Это программа «День с толком» в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Масштаб наводнения нарастает. В соцзащите края составляют списки нуждающихся в компенсации. Между санитаркой и медсестрой фельдшеры Алтайского края отстаивают свое право на индексацию спецвыплат. Жестокий бадминтон. Журналисты толков борьбе и отстояли честь редакции. Из-за паводков края закрыли трассу Рубцовск-Угловская-Михайловская. Всего на данный момент перекрытыми остаются семь дорог в регионе. А между тем, последствия бедствия в наиболее пострадавшем Михайловском районе сегодня с вертолета оценил губернатор края. И сегодня же сотрудники социальной защиты населения начали составлять списки подтопленцев, которым положена денежная компенсация. Масштабы паводка нарастают. Вода уже зашла в 51 населенный пункт, подтопив 1192 приусадебных участка. Подтопленными остается и почти полтысячи жилых домов. В спасательных работах задействовано 2500 сотрудников МЧС. Они откачивают воду, эвакуируют жителей, вытаскивают домашних животных из затопленных домов и скот из сараев. В пострадавших районах проблематично попасть на работу для многих врачей. В частности, фельдшер из Табунского района добирается до пациентов на спецтехнике прямо по воде. Напомним, пострадавшим от половодия пообещали денежные выплаты. 10 тысяч рублей тем, у кого подтоплены приусадебные участки, 30 тысяч тем, у кого вода зашла в дом. И сегодня органы соцзащиты населения начали составлять списки подтопленцев. Сегодня же в Михайловском районе находится губернатор края. Вместе с начальником главного управления МЧС региона он совершил облет территории и пообщался с местными жителями. Подробнее о ходе и результатах его поездки мы расскажем в ближайших выпусках новостей. А пока продолжим. Уроженка Барнаула погибла во время теракта в Крокус-Сити-Холле. Юлия Чечина родилась в Барнауле. Вскоре ее семья переехала в Волгоград. Там она окончила школу и архитектурный институт, работала модельером, после стала предпринимателем, владела торговой точкой. 59-летняя Юлия Чечина пропала во время теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле. За пять минут до того, как в зал ворвались террористы, Юлия прислала подруге фотографию со словами «Жизнь удалась, я попала на концерт, о котором мечтала». Позже ее нашли погибшей. Женщину похоронили в Волгограде рядом с родителями. Добавим, до сих пор неизвестна судьба еще одного Барнаулеца – Григория Будько, который был на концерте в Крокусе. Его и сопровождавшую его будущую тещу разыскивали близкие. У мужчины остались сестры, девушка и бывшая жена, которая намеревала сделать тест ДНК на установление отцовства своей шестилетней дочери. По одной из версий, Григорий мог оказаться на месте мужчины, которому террористы перерезали горло. Больше 18 тысяч человек на сегодняшний день подписали электронную петицию, в которой фельдшеры скорой помощи России просят президента страны повысить им специальные социальные выплаты. Сотрудники службы экстренной помощи возмущены тем, что не попали под масштабную индексацию доплат медикам малонаселенных пунктов, которые начнут выплачивать с апреля. Волна видеообращений прокатилась более чем по 20 регионам страны, в том числе и по Алтайскому краю. Как реагируют власти и что планируют предпринять некоторые местные фельдшеры, если ситуация не изменится? Смотрите в нашем сюжете. Согласно постановлению правительства номер 343 от 20.03.24 года, данные выплаты в размере 30 тысяч рублей не положены для работников скорой медицинской помощи. Фельдшеры десятка районов края в едином порыве просят восстановить социальную справедливость, записывая видеообращение к президенту. Волна идет по всей стране, ведь по какой-то причине эти медработники не попали в перечень должностей, которым с 1 марта положена проиндексированная выплата. Большинство медиков, работающих в небольших населенных пунктах, с начала весны, согласно постановлению правительства, будут выплачивать по 30 и 50 тысяч рублей ежемесячно. В соцфонде этот факт подтвердили. Между тем, социальное пособие фельдшеров осталось неизменным – 7 тысяч рублей. Почему работает поликлиника медсестра, получает зарплату больше, чем фельдшер? Фельдшер вообще находится между медсестрой и врачом. А нас вообще сейчас как бы так приравняли, что мы зарплату получаем между санитаркой и медсестрой. Нагрузка фельдшеров, по их словам, несравнима с работой тех же медсестер, которым при этом обещаны 30 тысяч рублей. Сотрудники скорой выезжают и в грязь, и в холод порой по 17 раз в сутки. А средняя зарплата фельдшера, если он не работает на несколько ставок, едва доходит до 25 тысяч рублей. На обращение фельдшеров, в том числе алтайских, уже обратили внимание депутаты Госдумы. К примеру, Даниил Бесарабов считает, что просьбы медработников обоснованы. Конечно, это воспринимается как несправедливость по отношению к этой категории людей, которые выполняют очень важную работу на селе, спасая жизни. И если мы не обеспечим равные условия для работы этих людей и достойные условия, в том числе их оплаты, то у нас просто кадры уйдут работать из этого сегмента. Я тут же обратился к председателю комитета Государственной Думы по здравоохранению, Бадмин Николаевич Башанкаеву, к своему товарищу, коллеге. Обсудив эту проблему, выработали механизм его решения, и уже в моем распоряжении есть депутатский запрос. В запросе, в том числе на имя главы правительства России Михаила Мишустина, недоразумение, а именно так случившееся называет Бесарабов, он просит скорее исправить. И надеется, что уже завтра на отчете председателя правительства вопрос, волнующий тысячи людей, по всей стране рассмотрят. А между тем, фельдшеры страны продолжают ставить подписи под созданные еще 24 марта петиции. На сегодня проголосовали уже больше 18 тысяч человек. Как нам рассказали некоторые алтайские фельдшеры, если вопрос не решится, они будут искать новое место работы с более достойной оплатой. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Денис Толком. Скрыта незаконная многомиллионная схема при содержании автодорог федерального значения. В превышении должностных полномочий обвиняют бывшего начальника отдела управления автомобильных дорог Алтай. У Продор Алтай и Барнаульский ДСУ номер 4 заключили 4 контракта на содержание федеральных дорог А321, А322 и Р256. При обнаружении дефектов стоимость контракта подлежала снижению. Превышая должностные полномочия, начальник отдела Упродор Алтай не применял коэффициенты снижения стоимости, выполненных с нарушением работ, что повлекло необоснованное перечисление из средств федерального бюджета на расчетные счета общества денежных средств в размере более 107 миллионов рублей. Обвиняемого задержали, сейчас он находится в СИЗО. Напомним, это далеко не первое уголовное дело, связанное с руководящим составом Упрдор Алтай. Ранее экс-начальника отдела мостов этого же управления признали виновным в получении крупной взятки. Два балкона выгорели минувшей ночью в барнаульской многоэтажке. Пожар случился в 16-этажном доме по улице Никитина. По данным спасателей, горели балконы на 13 и 14 этажах. Их площадь составила 40 квадратных метров. На ликвидации возгорания работали более 50 человек и 17 единиц техники. Из-за опасной зоны спасателям удалось эвакуировать трех человек. 15 сделали это самостоятельно. Как сообщили в региональном МЧС, при пожаре никто не пострадал. Сейчас устанавливают причины происшествия. В Краевой столице продолжается голосование за благоустройство общественных территорий. Барнаульцам на выбор представлены 37 объектов. Та территория, которая, по мнению горожан, достойно преобразится, будет благоустроена по федеральному проекту формирования комфортной городской среды в 2025 году. Вот уже больше века назад, как здесь, возвели один из знаменитых театров Краевой столицы «Драматический». Неподалеку Алтайский госуниверситет, спорткомплекс «Обь» и «Титов-арена» – самое большое укрытое ледовое спортивное сооружение города. Место притягивает барнаульцев не только в праздники, но и просто в будние дни. И речь, конечно же, о зеленом пространстве рядом с драмтеатром. В списке голосований оно значится под адресом «Молодежная, 15». Эта площадка приближена к площади Сахарова. И она востребована у горожан, во-первых, в периоды проведения массовых мероприятий праздничных. Это на 9 мая, на День города. Также эта площадка притягивает семьи для проведения здесь свободного времени и досуга. И мы видим запрос горожан на то, чтобы эта территория была благоустроена. Если барнаульцы отдадут свой голос за зеленую зону у драмтеатра, то здесь высадят новые деревья, цветники, кустарники, благоустроят тротуары и заменят скамейки и урны на новые. Территория преобразится и в месяц площадь имени Сахарова станет одним из знаковых мест города. Мне кажется, что это место должно быть приведено в порядок при помощи этой программы. Поэтому, конечно, я как житель железнодорожного района буду голосовать за эту территорию. Мне она кажется действительно самым сердцем нашего города. И я поддержу эту территорию. Добавим проголосовать за благоустройство любимого городского пространства для отдыха могут барнаульцы, достигшие 14 лет. Сделать это можно до 30 апреля на портале Госуслуг. Потребуется предварительная авторизация. Или с помощью волонтеров. Их можно встретить в торговых центрах, на значимых городских мероприятиях, в том числе на ярмарках выходного дня. Елена Кузовкина, Мария Костылева. День с толком. Стало известно, когда пройдут Шукшинские дни на Алтае, а также фестиваль имени Роберта Рождественского. Как всегда, жители региона могут рассчитывать на приезд знаменитых артистов и писателей. Но пока многие имена держат в секрете. Продолжит Ирина Корчагина. Начинаем с Рериха. Так открывается культурный марафон этой весны. В апреле в Алтайском крае пройдет сразу несколько мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения художника-философа Николая Рериха. Так, 13 апреля в Гмилике откроется выставка «Зов Азии». На ней можно будет увидеть личные вещи, принадлежавшие семье Рериха. А 15 апреля в Международный день культуры в школах региона пройдет единый урок, на котором детям расскажут о наследии Рерихов и о их связи с Алтаем. Я не уверена, что спроси любого старшеклассника, кто такой Рерих, он вообще скажет, кто это такой. Поэтому, не уходя в какую-то там, извиняюсь, сектантскую тему, общее представление об одном из выдающихся мыслителей и художников России, наверное, должно быть в какой-то степени, ну, хотя бы в рамках какого-то общего представления мировой художественной культуры. Как всегда, лето на Алтае будет насыщенным. В июне откроются краевые дельфийские игры в Тольменском районе. Фестиваль Рождественского в этом году пройдет 28 и 29 июня, что уже известно. В эти дни в Барнауле со своей авторской программой выступит дочь поэта Екатерина Рождественская, а в самой косихе выступит актриса Валерия Ланская. Не останется без внимания малая родина Михаила Евдокимова. В Смоленском районе пройдет фестиваль «Земляки». Уже известны даты и шукшинских дней на Алтае. Фестиваль пройдет с 23 по 27 июля. Кстати, в этом году шукшинские дни доберутся и до Москвы, на ВДНХ. И да, такое решение пришло из столицы. Мы, конечно, когда себя увидели и такие подумали, что еще в июне надо в Москве быстренько провести мини-шукшинские дни на Алтае, почувствовали волнение, ну и, конечно, некое чувство гордости за то, что не предлагали бы себя, да, то есть мы не фигурировали на этом оргкомитете, но тем не менее, что называется, Москва про нас знает, да, и шукшинский фестиваль котируется, считается одним из ведущих. Открывать и закрывать фестиваль будут известные артисты и писатели. Их имена озвучат позже. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Целый комплект наград привез из Москвы барнаульский хореографический ансамбль «Сюрприз». Там он принимал участие в Международном фестивале творческих коллективов. Каждый конкурс оценивала независимая жюри. Общий итог образцового ансамбля – два гран-при и восемь дипломов. Достижения сродни триумфу. Какие номера покорили судей и как встречали в Барнауле танцоров победителей в сюжете Дарьи Ерошиной. Поздравляем! 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 Встречают чемпионов. Делегация из 67 юных танцоров вернулась с победами из столицы страны. Там с 24 по 28 марта состоялось два творческих конкурса «Будущее России» и «Вперед к мечте». Ансамбль «Сюрприз» за два из восьми представленных номеров «Журавли и небо остается нашим» взял два гран-при. Оба танца военно-патриотической тематики. Я стою, машу его как другу, Хочется мне думать про него. Будь-то улетает он не к югу, А в долину детства моего. Гран-при дважды взяла старшая группа ансамбля, которая выступала в категории 15-17 лет. Но отличились и остальные. Лауреатами первой степени стали исполнители танцев от 7 до 13 лет. Есть победители и в самой младшей категории от 8 до 10. Жюри покорили два их танца «Часики идут» и «Гони за зеленой». У нас было много костюмов, чемоданы, реквизит. Мы все это тащили на своих хрупких плечах. Маленькие нам помогали. Мамы тоже очень нам помогали. Кроме педагогов, в поездке участвовали некоторые из родителей. Расходы на дорогу и проживание полностью легли на плечи мамы-пап. Мы всегда верим, что наши дети побеждают, как и в этот раз, собственно. Потому что участвуем много везде, в всяких красных поездках. И конкурс действительно был серьезный. Но мы их ждали только с победой. Поздравляем. Изначально к участию приглашали 15 коллективов. К открытию их число выросло до 50. Все приехали побороться за главные призы и показать себя. Из тех коллективов, которые мы запомнили, это была Алиса из Владивостока. Танцевальный гороскоп из Москвы. Ракета из Нижнего Новгорода. И еще множество, множество других коллективов было. Ансамбль «Сюрприз» давно стал именитым. Он существует с 1991 года. Главное достижение последних лет – выступление на сцене Большого театра. Отличие от прочих коллективов – номера концептуальные. Не просто танец, а постановка с историей. Вручается балетмистеру диплом за создание ярких балетмистерских картин. И воплощение светлых, светлых образов в детском танце. Теперь коллектив собирает лавры и готовится к отчетному концерту, который проводится ежегодно в преддверии летних каникул в начале июня. Дарья Ирошина, Михаил Филиппов. День с толком. Журналисты Алтайского края сразились с полупрофессиональными игроками в бадминтон. В традиционных соревнованиях поучаствовали и мои коллеги. Сотрудники телеканала «Толк» – насколько успешно они сыграли, и почему этот вид спорта не так уж и прост, расскажет Данил Кузнецов. Давайте посмотрим. Вот таким жестоким бывает бадминтон. На какие только поступки не пойдет журналист, чтобы отстоять честь редакции. Тем более, когда речь идет о соревнованиях среди СМИ. Такой формат проводится уже третий год. Уровень участников разный. Кто-то периодически занимается, а кто-то играл лишь в детстве. Если сравнивать бадминтон с игрой нашего детства, когда цель была удержать валан, то здесь в спортивном бадминтоне цель не удержать валан, а забить валан сопернику. Поэтому мы в нашем формате соревнований делаем такую жеребьевку, чтобы новичок вставал вместе с нашим любителем играть. Правила тоже отличаются от детского варианта. Они схожи с условиями игры в теннис. Разница лишь в разыгровке. Валанчик подают с близкого расстояния, а не с конца площадки. Правила достаточно простые, но по сравнению с детской игрой все-таки сложности имеются, потому что нужно соблюдать правила четности-нечетности подачи. То есть, если четная подача, то подаешь справа и как бы на перерез. Если нечетная, то наоборот с этой стороны это достаточно сложно запомнить. Нужно держать в голове счет. Счет идет на доли секунды, ведь среагировать на валанчик не так уж и просто. Это лишь со стороны может показаться, что отбивать даже сильные подачи легче легкого. Вот ментоны, я скажу, даже круче тенниса. А почему? Вот динамика мне больше нравится. То есть, он, мне кажется, намного хитрее. Вот так, ну и более доступный. А почему хитрее? Ну, потому что тут вот как этим валанчиком сработаешь все быстрее, меньше времени на подумать. Надо больше хитрить. Хитрость заключается в первую очередь в ударах. Они есть как атакующие, так и защитные. Например, если запустить валан по высокой дуге, то это будет считаться обороной. Резкий добивающий удар, похожий на волейбольный гвоздь, называется смеш. Есть и другие варианты. Ну, нравится играть на сетке. А что это значит? Ну, это вот есть такие удары, вы спросили, это подставка. То есть, когда скидывается прямо на сеточку. А почему вам от сетки нравится играть? Ну, потому что, наверное, вот какие-то такие посложнее удары, их еще нужно освоить. Однако любителям изобретать велосипед не пришлось. В игре были преимущественно стандартные приемы. Тактика у всех восьми команд была еще проще. Метили в журналистов, которые просто старались отбивать. Отличный, отличный удар. Толк выступил отлично, взяв по итогу четыре призовых места в двух группах. По две серебряных и золотых награды ушло в редакции сайта и телевидения. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Продолжение следует.